В чужих руках кабачок всегда кажется больше, а когда смотришь чужие бои, всегда кажется, что знаешь, как нужно драться и сделал бы лучше. Привет, остроумные совы! С вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на феноменальных стратегов ММА, которые слишком перемудрились с геймпланом. Или не мудрили вообще. Субтитры делал DimaTorzok То ли прыжок, то ли удар, на что получил в ответ парочку ударов и улетел в нокаут на 11-й секунде боя. Эту стратегию долго разбирали лучшие умы человечества, но так и не смогли понять, что хотел сделать Томпсон. Хотя он сам потом рассказывал, что главной его задачей было запугать Емельяненко грозным и злобным взглядом. А потом забить перепуганного оппонента, запрыгнув на него, как голодная обезьяна на пальму. Но вот беда была в том, что Саня не сильно испугался. То ли не видел испепеляющего взгляда, то ли решил, что смотрят не на него, но свою работу он сделал просто. Когда ворону хвалят сороки, она начинает верить в то, что стала орлом. Точно так же происходит и с некоторыми бойцами. Хорхе Гургел, бразильский американец, обладатель черного пояса третьей степени по джиу-джитсу, шестикратный чемпион Америки по джиу-джитсу. Пацан перешел в ММА и выиграл первые 8 из 9 поединков, причем все болевыми и удушающими приемами, показав отличные навыки и четкую работу против ударников. Конечно, после такого на него обратило внимание UFC, и он принял участие в шоу Ultimate Fighter. Но жизнь хитрая штука, когда у вас на руках все козыри, она решает играть в шахматы. Так произошло и с Хорхе. Пацана вдруг перемкнуло, и он решил, что теперь будет кикбоксером. За все 7 боев, проведенных в UFC, 4 из которых он проиграл, а 3 выиграл решением судей, он ни разу не использовал навыки бразильского джиу-джитсу, а постоянно рубился в стойке, из-за чего ему ломали нос и челюсть, отбивали почки и неоднократно отправляли в больницу после боя. Из 24 поединков в своей карьере Хорхе ни разу никого не нокаутировал, но это не заставило его вернуться к борьбе и не отбило у него веру в свой мощный удар. У кривой ветки и тень кривая, а у джиу-джитсера удары. Но это не значит, что он не будет ими пользоваться, а может и сделает это основой своей тактики, прямо как Энди Ван. Будучи черным поясом по бразильскому джиу-джитсу и имея за плечами 11 не очень успешных боев, у пацана появился шанс засветиться на UFC, попав на шоу Ultimate Fighter в команду BJ Pena. Но в первом же поединке, получив наставление от тренера валить и добивать, мужик так и сделал, только наоборот. Весь бой Энди пытался рубиться в стойке, не сделав ни одного перевода в партер, несмотря на то, что Пен потерял голос, напоминая ему про борьбу. Об этом даже сказал Дана Уайт после шоу. Но не все ищут братьев по разуму, некоторые ищут сестер для глупостей. А вот бойцы не ищут легких путей и, будучи джиу-джитсером, пытаются драться как кикбоксер, что, конечно же, приводит к поражению. Но пацан признал свои ошибки и ему дали второй шанс. На этом же шоу, который он с успехом использовал, улетев в нокаут от хайкика на первой минуте боя. Умный высказывает 10% того, что думает, а дурак 10% обдумывает того, что сказал. Но есть бойцы, которые решают делать 10% того, что знают, испробовав что-то новенькое в бою. Поединок Би Джей Пена против Фрэнки Эдгара за титул чемпиона поверг всех зрителей в шок. Когда Пен начал драться, как боксер-перворазрядник, стоя на ровных ногах с ровным корпусом. Откуда он взял этот новый для себя стиль боя, не мог понять никто. Даже тренер после боя сказал, что они не тренировали такую хрень. И он не показывал ему никаких фильмов про кунг-фу, после которых Би Джей мог нахвататься таких божественных стилей боя. Конечно, против такой тактики быстрый Эдгар работал очень четко и разобрал Пена на запчасти. Причем и в реванше тоже. После чего у Би Джей Пена началась черная полоса из серии поражений. И его карьера продолжилась в уличных драках после кабака. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями. И пишите в комментах, как вы спланировали уничтожить пельмени, а их в холодильнике не оказалось. Благодарю за просмотр. Пелька! Все, спокойно, спокойно. Защита! Нога же держит, раз-два! Переваривайтесь! То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. Этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы ни отходя из этого образа, представляем, что мы медведи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok